Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хотел бы поговорить о проблеме самоцитирования в научных работах. Для начала терминологическая договоренность. Под словом «самоцитирование» я в течение всего доклада буду понимать повторное использование автором текстов или фрагментов текстов из своих предыдущих произведений. Это соответствует английскому термину «text recycling». Термин self-citation, который в России тоже переводится как самоцитирование, не будет иметь отношения к обсуждаемому вопросу. Мы будем говорить о добросовестном самоцитировании, то есть в тех случаях, когда использование своего текста является этичным. Коснусь добросовестного самоцитирования в некорректной форме, то есть в принципе в ситуации, когда использование своего текста этично, но автор, например, не указывает ссылку или указывает неправильную ссылку. А также случаев недобросовестного цитирования, которые называются «самоплагиат», калька в русском языке с английского «self-pedgearism», и в принципе все нарушения в области недобросовестного самоцитирования имеют название «recycling fraud». Почему проблема самоцитирования актуальна? Мы провели исследование, насколько это явление распространено. Взяли базу текстов научных публикаций из e-library, отобрали из них только научные статьи, но взяли более-менее хотя бы размерные статьи, то есть от 5000 символов, и таких произведений набралось чуть более 4 миллионов штук. А далее мы сопоставили, с помощью антиплагиата сопоставили эти статьи между собой, и если порог совпадения превышал 80%, то мы объединяли эти документы, эти статьи мы объединяли в кластер. При этом удаляли из кластера сборники и журналы, размещенные одним файлом. Такое тоже встречается. Выяснилось, что более 145 тысяч статей объединено в более 70 тысяч кластеров. То есть мы обнаружили более 70 тысяч случаев дублирования публикаций, в которых участвовало две или более статей. То есть статьи, основанные на одной и той же рукописи. Эти результаты были представлены около года назад на конференции на ИКОН. На слайде есть ссылка на презентацию и на видеозапись этого выступления. Я сейчас не буду останавливаться подробно. Важный вывод отсюда, то что проблема нарушения при самоцитировании, например, такого нарушения, как дублирование публикаций, она, ну скажем так, как минимум актуальна. Почему недобросовестное самоцитирование популярно? Ну, я бы, у меня возник такой образ, я считаю, что возникает определенный эффект Тараса Бульбы. У автора есть ощущение, что если он породил текст, то он с ним может делать все, что угодно, например, может повторно опубликовать. Ну, естественно, такое ощущение, оно в ряде случаев совершенно неверно. И как раз давайте разберемся, когда можно, когда нельзя. Понятно, что недобросовестное самоцитирование неэтично. Оно создает превращение научных знаний, создает эффект повышения публикационной активности, способствует нецелевому расходованию средств. Но в целом это негативное явление, у которого нет каких-то оправданий. Важный момент при самоцитировании – это оформление. Самое главное – это то, что на самоцитирование распространяются точно такие же правила оформления, как и на цитировании из произведений третьих авторов. То есть текст, который написан ранее, он должен быть четко отделен, должна быть сделана ссылка на первоисточник. И в этом смысле нет никаких отличий между тем, что, между заимствованием своего текста и заимствованием чужого текста. Важный момент – то, что многие журналы, да, бытует вообще такое мнение, что много ссылок на себя – это плохо. Это ерунда. Кто-то, может быть, оценивает количество ссылок на свои произведения и на чужие произведения, и действительно, если доля ссылок на свои произведения, ну, скажем так, зашкаливает, то возникает сомнение в научной компетентности автора. Но здесь проблема не в количестве своих ссылок, в большом количестве ссылок на себя, а в небольшом количестве ссылок на других. Поэтому проблем с самоцитированием из своих, с оформлением, с корректным оформлением самоцитирования из своих произведений никаких быть не должно. Много говорят о допустимых объемах. Особенно это касается научных статей и диссертаций. В принципе, редакция журнала вправе устанавливать ограничения вообще на объем неоригинального текста, ну, или на долю оригинального. Здесь понятно, что это вещи связанные. А журнал может требовать, и это вполне этично, от авторов оригинальных статей, например, того или иного процента оригинального текста в подаваемой рукописи. И при этом самоцитирование, оно точно так же остается в неоригинальном, то есть в ранее опубликованном, может быть, за некоторыми исключениями, о которых я еще скажу. Поэтому вот с точки зрения научных статей, самоцитирование – это непозволительно в любых объемах. То есть оно ограничивается, задают вопрос о том, насколько оно должно быть ограничено, четкого ответа нет. Каждый журнал устанавливает нормы по-своему. Есть надежда, что рано или поздно сложатся нормы, ну, скажем так, отраслевые. То есть в зависимости от области знания такие нормы будут установлены. Но сейчас пока об установившейся тенденции в части объема самоцитирования или вообще объема оригинального текста в научных статьях говорить нельзя. Что касается диссертаций. Очень часто возникают проблемы, авторы-соискатели жалуются, когда научный совет, диссертационный совет требует какого-то объема оригинального текста в диссертации, при этом в качестве неоригинального рассматривается и текст из своих же статей. Вот это полный нонсенс. А в принципе ограничений на объем самоцитирования в диссертации быть не должно. Если такого рода ограничения возникают, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в компанию антибургиад, обращайтесь в совет по этике, регулярно подписываем письма в советы и надо отдать должность, советы им внимают. То есть, в общем-то, меняют эти позиции. Что касается повторной публикации. Вообще, возможно, возникает вопрос, возможно ли повторная публикация ранее опубликованной статьи. Теоретически, да. На практике тоже такое происходит, но важно понимать, что для того, чтобы повторная публикация была этичной, очень важно иметь весомую мотивацию для такой публикации. Какого рода примеры могут быть такой весомой мотивации? Например, расширение области и расширение круга читателей, расширение, так сказать, области ознакомления со статьей. Если первоначальная публикация по смежным наукам, допустим, была сделана в журнале одной направленности, то да, в принципе, повторная публикация в журнале другой направленности возможно. При этом важно, чтобы были уведомлены все. То есть, не только уведомлены, но и согласны. То есть, первый журнал, то есть, вместо первой публикации, вместо журнала повторной публикации были уведомлены нечитатели. То есть, в повторной публикации была бы ссылка на первую публикацию. При этом, повторная публикация не будет считаться оригинальным изданием. Кстати, например, в таком механизме, как DOI, есть технология для того, для связывания публикаций. То есть, один DOI может соответствовать двум или более различным публикациям одной и той же статьи. Тоже частое явление, перепубликация на другом языке. Да, естественно, это возможно. Естественно, точно так же должна быть уведомлена и согласна редакция журнала-издатель вместо первой публикации. И, естественно, в переводном издании должна быть ссылка на первую статью на другом языке, где она была, на оригинальном языке, на котором она была издана. Точно так же связывается DOI. И при этом и первоначальные публикации, перепубликации считаются одной и той же публикацией автора. То есть, не должны накручивать научно-наукометрические показатели автора. Возникает также такой аспект, как популяризация научных знаний. Но чаще всего, когда речь идет о популяризации, то есть, вот звучит аргумент, что мы делаем повторную публикацию для того, чтобы популяризировать область. Дело в том, что распространение и популяризация научных достижений, как правило, осуществляется совершенно другим языком. И поэтому очень редко при действительно популяризации может идти речь о текст-ресайтах. При этом, конечно же, ссылки, без ссылок никуда не обойтись. Эти позиции изложены в нашей статье с коллегами Санной Кулешовой и Ольгой Беленькой. Статья опубликована в прошлом году. Мы попробовали в рамках этой статьи сделать практическое руководство для того, чтобы автор мог понимать, в каких случаях самоцитирование этично, в каких случаях оно становится нарушением. То есть, оно может стать самоплагиатом. И такая квинтэссенция, ну вот краткая форма результата этой статьи была подготовлена таблица, она там же опубликована, в которой можно пользоваться для того, чтобы быстро понять, из какого жанра в какой жанр допустимо самоцитирование. То есть, например, из научной статьи использование текста в своих научных статей, в своей диссертации, оно допустимо всегда. А вот, например, текст монографии опубликовать в виде научной статьи чаще всего будет уже невозможно. Завершая, я хотел бы пригласить всех вас на конференцию «Обнаружение заимствований». Она состоится 22-23 октября этого года. Пройдет в онлайне. Пожалуйста, регистрируйтесь. У нас уже сейчас завершается формирование программы. В ближайшие дни программа будет доступна. Пожалуйста, приходите, участвуйте. Подписывайтесь на группу в Facebook компании «Антиплагиат». Здесь все основные анонсы наших мероприятий также позволят вам следить за тем, где мы выступаем, о чем мы рассказываем. Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!